Аудиокниги Джейд Девлин. Карбон. Десерт для динозавра. Не хочу. Я бежала по мокрой мостовой какого-то захолустного мерка, размазывая слезы с потоками воды и разводами от макияжа по лицу. Не хочу. Не хочу так всю жизнь. Элегантное платье, купленное и надетое по совету подружек, измазалось в грязи. Прическа распалась на мокрые бесформенные пряди. Туфли на каблуках были потеряны уже минут десять назад. Снова попытавшись стереть влагу с лица, практически с ненавистью ставилась на черные от косметики пальцы. Дура. Накрасилась как... А они смеялись за спиной. Артефакт сокрытия работал исправно. Делая меня... Для местных жителей, что еще больше усиливало эту пустоту. Я понимала, что желание это до безумия глупое, но... Нет, вряд ли хоть кто-то из этих бегущих серых теней попытается хотя бы поговорить с появившейся из ниоткуда девчонкой. А уж тем более понять или принять. Ведь даже родители и те... Что уж говорить о чужом обществе. Не хочу так... Шепотом повторила я, опускаясь на колени и окончательно купая свое платье в грязной луже. Смысл беречь эту неудобную тряпку темно-болотного цвета, что так хорошо подчеркивает твои глаза и статус. Гадость редкостная, в которой даже сесть нормально нельзя. Я уж молчу о том, чтобы поесть вдоволь. Сердце потихоньку успокаивалось, сменяя обиду и ненависть на глухую тоску. И чего я психанула, будто это в первый раз. Родители постоянно пытались втиснуть меня в удобные им рамки. Друзья, ради которых я попыталась впихнуться в эти дурацкие рамки сама, тоже, как оказалось, общались со мной только ради выгоды. Ну и чтобы вдоволь посмеяться у меня за спиной. Ничего не изменилось на самом-то деле. Просто... Просто в очередной раз поверила, что я нужна кому-то именно такая, какая я есть. И в очередной раз поняла. Воржу не сдалась никому. Не помогли ни щедрость, ни юмор, ни откровение. В открытую ладонь снова плюнули, когда выжимать осталось нечего. А предки лишь добавили масла в уже разведенный огонь отчаяния. И снова я все всем должна. И быть приветливой, и поддерживать разговор, и молча слушать, и развлекать, и вести себя как леди, и наносить ежеутренний макияж, и притворяться, притворяться, притворяться. «Не хочу!» Снова взвыла я на всю улицу. «Все равно ведь никто, никогда не слышит». Да и не дам я, чтобы кто-то услышал, почувствовал мою слабость. «Урф! Мои уши!» Вдруг раздался сзади низкий мужской голос. «А?» Я дернулась и быстро обернулась, чтобы уткнуться в чьи-то ноги. Огромные такие ноги в черных потертых джинсах, принадлежащие не менее огромному, по моим меркам, телу, которое возвышалось надо мной, как неприступная скала. И... «Не лучшее место!» Дернув рукой, мокрый воротник спокойно, но с легкой долей неодобрения сказал неизвестный. Причем ни один мускул на его буквально состоящем из углов лице не дрогнул. С длинных черных прядей, сейчас висевших угольными сосульками, стекала дождевая вода, отчего мокрые пятна на рубашке быстро разрастались. «Тебя не спросила». «Ик!» «Оружие!» Наконец, сообразила я глянуть на ауру пугающего незнакомца. Но изобразить из себя самодостаточного мастера мне не дала и кота, оставшаяся после истерики, и мокрое платье, да и лицом, наверное, только в темных переулках пугать. Жалкое. «Там!» Оружие будто и не заметило грубости и указало глазами направление. Взвар, теплая ванна и одеяло. «А переодеться есть во что?» Сама от себя не ожидая спросила я у абсолютно незнакомого мужчины. «Скала чуть оттянул воротник своей рубахи. Ну да, если такую надеть на меня, неплохая сорочка выйдет». «Зови меня Зефирка», зачем-то представилась я своим детским прозвищем. «А что мне терять, в конце концов?» «Ну нафиг, не буду больше притворяться. Пусть сразу видят и сразу отворачиваются, чем...» «Кетцелькоатль», — лаконично выдал громила. «Язык сломаю. Будешь кексом». Там оказалось в небольшой квартирке как минимум в другой системе. Во всяком случае, в телепорте мы болтались столько, что ржавый гвоздь бы догадался. Далековато занесло. Возможно, кто-то посчитал бы мой поступок недальновидным и даже опасным уйти в неизвестность с абсолютно незнакомым взрослым мужчиной. Но я всё же мастер, хотя и недоучка. Какими бы странными ни были его ауры и поведение, я прекрасно чувствовала передо мной оружие, причём с неплохой совместимостью. Один импульс, и вместо мужика зашвырну куда подальше какую-нибудь железку, слегка покорёженную. Ну, в худшем случае, он просто будет слишком навязчивым. Кстати, а кто он? Топор вроде, только уж больно мелкий, особенно по сравнению с его ростом. Вот ржа. Да я ему даже стоя в живот дышу. Да он как минимум должен быть базукой, а тут такая мелочь непонятная. Да уж там. Уже привычно коротко обратился ко мне Кец... Кец... Кекс, в общем. Он явно спокойно воспринял своё прозвище, хоть оно и подходило ему, как арбалетчику полуторник. В ионный не хочу. Чисто из вредности выдала я. От него губы трескаются, и волосы дыбом. Вода. Одним словом пояснил Кекс, даже не оборачиваясь и продолжая перебирать стопку рубашек. Вот. Он протянул мне бледно-розовую мужскую сорочку в полоску. Я даже опешила, и скорее даже не от того, что он внезапно угадал мой любимый цвет, от того, что такая у него вообще есть. Он же в ней как клоун смотреться будет. Подарили. Развеял мои кошмары о скале в розовую полоску мужчина. Самое интересное, что, войдя в довольно просторную ванную, я обнаружила вполне современный стиральный шкаф, который бы легко привёл в порядок моё платье минут за десять. Но, чтобы я ещё раз по своей воле надела это убожество, да и розовая мужская рубашка до колен, что ещё женщине для счастья надо? А может, действительно, плюнуть на все родительские планы и связать свою жизнь вот с этим буквально первым встречным оружием? Тем более, подобравший меня перестарок, наверняка она это и надеется. В таком возрасте и не иметь мастера при его развитой ауре. Это странно. Если уж мне не стать счастливой, то почему бы хотя бы слегка не подпортить счастье всем, кто решил, что я их собственность? А то задолбали кудахтанем. Того не привязывай, этого не трогай. Наши кланы в сложных отношениях. Мы тебе другого купим после выпуска. Эх, надоели. Вот возьму и... Да не, глупости, конечно. Быстро ополоснувшись под душем и высушившись, я не чуточки не стесняясь вошла в комнату в одной сорочке и с распущенными волосами. Почему-то с этим незнакомцем я чувствовала себя намного уютнее, чем с собственной семьей. Скорее всего, проведя сегодня с ним ночь в качестве благодарности для него и снятия напряжения для себя, я больше никогда с ним не встречусь. А потому можно хоть по потолку бегать и петь неприличные песни. Никто не скривит презрительно лицо и не прошипит о том, что мастер Жанна ведет себя неприемлемо. Я ему даже имя свое не сказала, и на стукача он не похож. Кекс, как по мне, занимался странным делом. Он вдумчиво замешивал что-то в глубокой миске. Хм, то есть никаких шелковых простыней, свечей, романтичной музыки и чем там еще оружие соблазняют юных дев-мастеров. А серая помятая рубашка, свободные шорты, угрюмая рожа, черный передник и какая-то непонятная субстанция в глубокой миске. Меня тут соблазнять собираются или нет? Душ свободен, ответила я на вопросительный взгляд, невольно натягивая полосатую рубашку пониже. Мужчина кивнул и продолжил свое практически медитативное занятие. «Что делаешь?» Спустя несколько минут снова задала я вопрос, не выдержав тишины. «К чаю». Новый знакомый был все так же немногословен. Стряхнув ложку, он разлил жидкое месиво по круглым формочкам и поставил их в какую-то допотопную железную печку через пятнадцать минут. «Давай я лучше заказ оформлю». Достала я свою карточку мастера и открыла сеть. Мужчина явно не ожидал гостей, раз у него нет ничего к чаю. «Или, может, у него совсем нет кубов?» «Для одинокого оружия вполне реальная ситуация». «Как насчет кондитерской «Карамельная галактика»? Там очень вкусные торты». «Не буду». Отрезал кекс. Кажется, даже слегка обижена укоризнена. «Ты оржавенно многословен». Сама от себя не ожидала таких эмоций. «Я тут ему помочь хочу, а он смотрит на меня, как на тварь скверны, съевшую его бабушку». «Мои вкуснее». Вот опять прямо образец лаконичности. Зато до меня доперло. Он реально гордится своими кулинарными способностями и слегка оскорблен моим неверием в его силы. «Оржаветь!» Какое странное оружие. А с его внешностью смотрится это реально необычно. «Ладно, тогда подождем». Вполне миролюбиво предложила я и забралась на высокую табуретку барной стойки, которая в его тесной квартирке заменяла обеденный стол. Уселась и стала беззаботно болтать босыми ногами, глядя, как он продолжает копошиться у духовки. Хотя, конечно, с его габаритами «копошиться» — неправильное слово. «Ты один живешь?» Решил я разрядить обстановку разговорами, а заодно и узнать побольше о спасителе. «Сейчас да». В его глазах мелькнула бездна, но уже через миг это ощущение пропало, а мужчина оторвался от белой пышной фигни, которую он очень ловко и быстро взбивал и посмотрел на меня поверх нее, оценивающе так. На его губах появилась усмешка, а в следующую секунду я поняла, что мой нос измазан этим белым, сладким и вкусно пахнущим. «Э-э-э!» — возмутилась было я, но палец сам уже подхватил вкусняшку с носа, а язык сам ее облизнул, и я потрясенно замолчала, вытаращив глаза, потом отмерла. «Вкусно? Да еще!» и потянулась к миске. «Приготовиться съешь». Обломал меня злой топор и стал чего-то шаманить над белой массой дальше, явно загораживая этот процесс от меня спиной. Я надулась. Странный он. Вовсе не старается мне во всем угодить, ни капли не заискивает и относится, как к маленькой девочке, которая потерялась на межмировом базаре, и ее надо чем-то занять до прихода родителей, чтобы не ревела, не верещала и не лезла везде. Кстати, о возрасте. «Тебе сколько лет?» Я решила подыграть оружию, изобразив детское любопытство. «Много». Эффект больших и милых. Глаз аннулирован. В мою сторону даже не посмотрели. «И ты все еще не привязан?» Я удивилась. «Потенциал-то...» Она ушла на перерождение. Мои рассуждения резко прервали. «Ой, эээ... соболезную». «М-да...» «А я еще ныла. Всегда надо сравнивать с тем, кому хуже. Этот вот вряд ли вообще долго проживет, если полная привязка была, а мастер умерла. Хотя не похож он на умирающего. И печеньем от него теперь пахнет вкусно. Сил нет. Как от самого, что ни наесть, живого. Целым вечер прошел не так плохо, как начался. Меня вкусно накормили, напоили, и я уже начала думать, что возможно, возможно, закончить все сексом не такая уж плохая идея, а что выглядит топор экзотично, но привлекательно. И хотя мне всегда нравились стройные и невысокие молодые парни, скорее субтильного телосложения, в его широченных плечах и могучих бицепсах и зрелости тоже есть некая прелесть. К тому же, бесхозное оружие не наглело и не навязывалось. Кекс не заглядывал в глаза с затаенной надеждой, не старался, словно невзначай, продемонстрировать мастеру свою соблазнительность и вообще вел себя так, словно и правда просто решил помочь. Помочь чему-то маленькому, хрупкому и пушистому. Знаете, когда приносишь домой подслеповатого котенка и первое время даже складки на подстилочке разглаживаешь, вдруг споткнется. Короче, заслужил. Но только я собралась его этим осчастливить, как полоумный топор взял и все испортил. В смысле, он-то действовал так же, как и раньше, приготовил приблудному котенку корзиночку, а вот я офигела. Он мне постелил на диване, разложил его, притащил чистое постельное белье, пушистая одеялка и две пышные подушки, бросил на всю эту красоту огромную плюшевую рыбу с нарисованными зверскими зубами и подтолкнул меня в спину, а сам ушел в спальню и закрыл дверь. Это что, меня и тут отвергли? Или нет? Нет, просто он не посмел, вот, и вообще точно, что взять с травмированного? Наверняка, ведь еще по старому мастеру слезы льет, но все равно обидно как-то. С чего он решил, что я такая малолетка, что мне в постель надо мягкую игрушку класть, а не мужчину? От обиды я даже немного поплакала в эту дурацкую рыбу, потом решила быть гордой, ржа его побери, потом, потом устала и уснула. Я мастер, а не железяка, имею право. Странно, но спалось мне сладко и крепко, даже лучше, чем дома, поэтому и проснулась я удивительно рано, выспалась. Так вот, что это за чувство, а вместе со мной выспалось мое неуемное любопытство, за которое меня все время гнобили и дома, и в академии. Мастеру неуместно, мастеру не подобает, что ты как маленькая. А тут шпынять меня вместе с любопытством было некому. Топор мирно спал в своей постели за прикрытой дверью. Конечно, первым делом я сунула нос в его спальню. Там пахло вчерашними печеньками и еще чем-то вкусным. Я же и раньше обратила внимание, что у этого оружия непривычный запах не металла и не искусственного мужского парфюма с благородными нотками старой бронзы или закаленной стали. Нет, кекс-пах кексом или пирожными, или еще чем-то таким же кулинарно изысканным и десертным. Не приторно сладким, нет, пикантным, скажем так. Вот и вчера его выпечка была такая же, не только таяла на языке с сахарной пенкой, но и пощипывала слегка, как будто туда перца добавили и еще каких-то специй. Вот. Ладно, пусть пока спит, а я осмотрюсь. И заодно доем, что там осталось на противне. Да тут не только осталось, тут и новое появилось, эклерчики, когда он успел их приготовить. Ну и они не задержали мое любопытство надолго. Ну и долюбопытствовалась ржа. Хотя он сам дурак, бросил приоткрытый пакет на пол в прихожей, прямо в угол между стеной и тумбочкой для обуви. А оно возьми и откройся еще больше. Эти характерно свернутые зелено-серые пакетики я уже однажды видела и знала, чем может кончиться употребление светящегося легкого и тонкого как пыль порошка в них. У нас трое мастеров с курса загремели к лекарям в медеску на три года, пока удалось вывести из организма эту дрянь и купировать привыкание. А пятеро оружий так там и остались. Плавают до сих пор, потому что у них последствия оказались в разы тяжелее. Ох, ржа! Это шон, дурак, такой с тоски по мастеру решил наркотой задвинуться. Думает, наверное, что легче станет. И наверняка раньше не пробовал. На оружиях оно сказывается так быстро, что я бы наверняка определила. Так, гадость в унитаз и смыть, чтоб духу не было. А топор мы привяжем. Кто тут в конце концов почти дипломированный мастер, а значит отвечает за тех, кого приручили. Папа, конечно, будет в ярости. Да и маман тоже. Они мне весь мозг съели на тему того, как важен выбор первого оружия, как тщательно надо его выбирать и ни в коем случае не кидаться на первых попавшихся смазливых мальчишек в академии. Просто задолбали этим и домашних привязать не разрешали, трахаться сколько угодно, но без обмена скверной, прямо чуть ли не свечку ржа держали. В результате я до выпуска дожила, а никого из ровесников с факультета оружий так и не выбрала.